Народная волна интереса, друзья, закрутилась теперь вокруг Трампа. Объявили о его болезни, о том, что их увезли на вертолете из Белого дома. Возможно, это трюк Трампа, потому что выборы на носу, а рейтинг его, надо сказать, упал довольно сильно. И поэтому спецслужбы, спецслужбы, конечно, которые работают на Трампа, они завязали такой клубок интриг и разных расследований, якобы, о том, что Трамп занимается разрушением глубинного государства, о том, что Трамп арестовывает кого-то, кого-то там сажает, каких-то детей спасает, какие-то подземелья, аденохром, и все это, и все это, друзья, вокруг Трампа. А народ-то, в общем-то, любит просто кушать, вернее, хавать, а не кушать, а совершенно не думать. Это народ. Поэтому народ это очень с удовольствием проглатывает себя и делает вид, что это очень вкусно. И, конечно, народ верит, и за Трампа встает горой. Но в основном, друзья, это как-то меня очень интересует и напрягает, что это в России. Это не Америка, не граждане Соединенных Штатов Америки, а именно русские. Ну, здесь точно ведь рука пригожинских троллей просматривается, друзья. Но народ верит, потому что хочется во что-то верить. Якобы в хорошее, что какие-то светлые силы пришли, и вот светлые силы за Трампом, и они заступаются за детей, они кого-то арестовывают. Причем этот глупейший народ, тот, который верит, я имею в виду, а не тот, который не верит. Друзья, конечно, мы все делимся на разные стороны, в верующих и неверующих. Так вот, тот, который верит, народ, он никогда не задумался, а кого арестовали. Покажите, кого арестовали. Каких-то якобы Клинтонов арестовывают, там еще кого-то. Где их арестовали? Они живут себе. Но если говорить об арестах по поводу Апштейна, то Трампа первого надо было арестовывать. Он был закадычным другом Апштейна. Он этот остров посещал. Он везде с Апштейном. Я вам сделала несколько роликов на эту тему, где Трамп стоит с Апштейном. Причем с молодых ногтей, что называется. И со своей Миланей он тоже познакомился у Апштейна. Так вот, думайте хотя бы. Трамп никого не арестовал. Трамп никого не спас. Где те спасшиеся люди? Дети. Их никого нет? Их никого вам не покажут. Никогда. Ну да, какие-то там клетки вам показали. Какие-то фильмочные сказки вам показали. Но Трамп никогда за это не боролся. Он не будет против себя идти. Потому что это то, на чем он вырос. На острове Апштейна, друзья. И говорить об этом, что он кого-то спасает. Но это надо, знаете, наверное, хотела сказать, заводной ключик в одном месте сзади прокрутить. Друзья, мозги-то включите. Включите всегда мозг, чтобы об этом говорить. Мы сейчас с вами поговорим о том, что в интернете опять мусолится картинка. А картинка 2017 года. О том, что Трамп лежит в гробу. И даже другие есть картинки, где евреи хоронят Трампа. Да, друзья, почему бы нет? Почему бы не хоронить евреям Трампа, если это будет так нужно евреям? Да, евреи управляют нашим миром. И вы это тоже понимаете. Как бы вы ни плевались, ни кипятились, у вас во многих, тех, кто плюется и кипятится, течет еврейская кровь. Потому что смешение было, особенно на берегах Советского Союза. Там смешение происходило, ох, какое сильнейшее. Поэтому во многих течет кровь, да вы только об этом не хотите задумываться. Идите, сдавайте кровь на анализы. И вы увидите, что у вас и кто течет. Я бы, конечно, вообще не советовала ходить кровь сдавать. Но это так уже к слову. Если вы хотите себя проверить, то есть для этого тесты. Вы можете себя увидеть, кто вы и что вы на самом деле. Чтобы не кричать, евреи управляют, друзья. Мы ничего не можем поделать. Я вот не еврейка, но я не могу ничего поделать, друзья. Потому что это данность нашей цивилизации. Цивилизации, которой вот сейчас уже сколько? 120 лет, да? Это с конца 19-го, начала 20-го века. Это цивилизация, которая вошла бурным потоком и принес ее, кстати, это Георг V, Николай II. Это как бы на этой волне внесена была вот эта цивилизация, цивилизация евреев в управлении многих стран мира. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на фото, которые говорят о том, что Трампа хоронят. Ну, если нужно будет похоронят, друзья. И Трамп прекрасно понимает, что он очень зависим. Он никогда не будет делать того, что кому-то не нужно из евреев. Потому что Трамп полностью подчиняется, друзья. И ваши плевки туда-сюда, это злобное состояние вашего ума, оно, конечно, вас только опускает, скажем, ниже плинтуса. А лучше всего думать, как вы, лично вы, можете выжить в данной ситуации. Ну, вот что касается Трампа, то его положили в гроб. Это 2017 год. И, как вы знаете, Симпсоны, этот мультфильм, который говорит о том, что будет в ближайшее время. Но не сразу, не сразу вот в 2017 году вышел этот рисунок. И не сразу об этом нужно говорить, потому что прогнозы Симпсонов случаются в течение нескольких лет. Поэтому я вам сейчас показываю один снимок, одну фотографию Трампа, где Симпсоны нарисовали, что его хоронят. И вторая фотография, это тоже картинка, где говорится о том, что евреи его хоронят. Якобы, друзья, якобы, друзья, первая фотография, которая есть, первая картинка, это фейковая картинка. Вполне возможно, друзья, нарисована она полностью, как симпсоновская картинка, но вполне возможно, что это и фейковая фотография. Поэтому, если мы обратимся ко второй картинке, то мы можем сказать, что и вторая картинка тоже фейковая, что там якобы похожий человек, нарисованный на Трампа, и его хоронит еврейская община. Да, друзья, все это может быть фейк, но как-то против этого фейка никто никогда не выступал. Симпсоны не давали опровержения, что это не их картинка. Да, мы знаем, что Симпсоны делают мультфильмы, они их рисуют, и вот эти мультфильмы сбываются якобы в течение двух, трех, пяти лет. Но это не значит, друзья, что если бы вышла одна картинка без мультфильма, то это не симпсоновская картинка. Возможно, у нее есть автор. Но я вам хочу сказать, если Трампу это нужно было, если это не симпсоновская картинка, то он бы нашел человека, который нарисовал, и его предали бы суду. Человека, который нарисовал эту картинку, не нашли, суду не предали, и симпсоны не возмутились. Тогда мы можем просто ожидать, что это действительно симпсоновская картинка. Опровержения не было. Поэтому сегодня, когда Трамп якобы заболел короной, и его вывезли из Белого дома, мы можем только рассуждать и думать, что это был спектакль. Спектакль, якобы который нужен Трампу для того, чтобы Трампу не идти на выборы. Он болен, он не может идти на выборы. С одной стороны, это так. Ну, хитрость такая, да? Народ верит, что Трамп хитрит, и поэтому он выдумал такой трюк. А с другой стороны, это, может быть, просто его посадили под тот самый надзор, о котором до сих пор кричит интернет, причем российский в основном интернет, что якобы Трамп кого-то спасает, кого-то арестовал. Возможно, вот так спасли от него, что кто-то, может быть, действительно борется и спасает от Трампа. Трамп, который являлся ближайшим и хорошим другом Эпштейна. Еще раз повторяю, Мелания Трамп там тоже постоянно была девушка, которая была девушкой в экскортах. А потом она стала женой Трампа. Да, друзья, как-то не хватает вам знаний, но кидаться и рассуждать – это многие мыстаки. Поэтому смотрите на картинку. Если картинка нарисована и говорит о том, что Трампа похоронят, возможно, друзья, почему бы нет? Все может быть, может быть, это трюки, а трюки уже – это большой политики. Но, как вы знаете, Симпсоны – это еврейская компания, которая делает свои прогнозы. Она, так скажем, рисует для нас с вами. Если кто понимает, он должен понять и это принять. Это новая Библия. Симпсоны – это новая Библия, современная Библия нашего времени. Как Библия скажет, значит, так и будет, друзья. Если Симпсоны сказали, это будет так, значит, оно будет так. А по-другому оно быть не может, друзья. Ну что же, я поздравляю вас с тем, что вы верите одни в картинки Симпсона, другие разбирают тщательно. Это опять-таки мозговая атака. Надо развивать свой мозг. Ведь сколько времени, посмотрите, сто лет народ все говорит о Библии. Вы что думаете, Библия написана давно? Да ей, друзья, не более ста лет. Может быть, чуть больше, чем сто-сто, максимум сто двадцать лет. Той Библии, которую вы читаете, друзья. Но вы говорите, что она древнейшая книга. Продолжайте верить. Это ваше личное дело. А вам сегодня уже те самые евреи, которые правят вами и управляют, они дали новую книгу. Это Симпсоны. Она не написана от руки, потому что, друзья, извините меня, вы уже читать разучились. Она в мультиках. А вы как общаетесь? Смайликами, смайликами, смайликами. Вы общаетесь, друзья. Так и общаетесь теперь мультиками. Это ваша новая Библия. Смотрите, что там написано, что вам показывают картинки, причем грубо нарисованные картинки. Эти мы смеются над вами, друзья. Но вы будьте бдительны. Смеются. Показывают ваше будущее. На самом деле это так. Поэтому Трамп в гробу. Что с ним будет, мы не знаем. Мы только можем смотреть симпсоновские картинки, такие примитивные нарисованные картинки, и думать, что это значит, будет так. Вам же нарисовали вот этого механического зайца и сказали, что Советский Союз будет возобновлен. Ну, значит, будет возобновлен. Но только в каком качестве? В качестве концлагеря для всего мира. Возможно, друзья, я Таня Крацуба, Сиитбургхан.